Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. И первая новость о защитниках нашей с вами Родины. Сегодня я вам покажу видео, кто именно защищает лукашенковскую недовласть. По одному только видео понятна вся сущность этой незаконной системы. Итак, давайте посмотрим это видео. В последние несколько месяцев наше государство пытается раскачать извне и повернуть его в хаос, подменяя историю и идеалы нашего государства. Господа, когда до вас наконец дойдет, что настоящий Беларусь – это патриот своей страны, который никогда и ни за какие ценности не придаст свою республику, свое отечество и народ? Но если все же кто-то решит к нам сунуться, мы дадим отпор и сохраним нашу страну в любых условиях обстановки. Вот именно такие малолетние промытые мозги и стоят на страже нелегитимной власти. Что эти дети видели в этой жизни? В Беларуси закрылось около 28 аптек. И все потому, что они не в состоянии выполнять те требования, которые им выставил нелегитимный диктатор. Потому что аптеки работают на рыночных условиях. Невозможно на то или иное лекарство выставить конкретную стоимость, так как хорошее лекарство вынуждены закупать из-за границы. А там, к сожалению, указы нелегитимного никак не действуют. Ну и в общем в Беларуси начали закрываться аптеки, и уже на сегодняшний день закрыто 28. И это только начало. Мало того, что у нас нет денег купить эти самые лекарства, так сейчас и не будет их в принципе где купить. Но при всем при этом, Лукашенко возит с собой личного врача и не нуждается в походы в эти самые аптеки. Вот так и живем. Народ голодает и нищенствует. А Лукашенко живет в резиденциях, катается на майбахах и издевается над белорусским народом. Лукашенко всерьез задумался о том, чтобы из Беларуси создать Северную Корею 2.0. Так Рудый дал комментарий о том, что в Беларуси возможно ввести подконтрольный интернет нелегитимной власти. Как вам такое, белорусы? Видимо, деньги на проведение нового интернета для контроля над людьми у них есть, а для людей денег нет. Вот так мы и живем. Чтобы закрыть нас всех в клетку и посадить в тюрьмы, деньги есть? А чтобы дать возможность развиваться, денег этих нет. Такие маленькие моменты хорошо показывают, какие приоритеты у этой нелегитимной власти. Это показывает то, что страна для жизни – это дрозды. А все, что за территорией дроздов – это гулаг. Адвокат Сергей Зикратский не прошел переаттестацию и будет лишен лицензии адвоката. Вот вам небольшое интервью. Ну что, ищите себе другого адвоката. Квалификационная комиссия признала, что я недостаточно, обладаю недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать с адвокатом. Члены квалификационной комиссии проголосовали. И, собственно, я еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию. Но вопрос того, что заберут лицензию, это уже скорее технический вопрос, нежели юридический. Чтобы вы понимали, это один из лучших адвокатов Беларуси. Кто его проверял на аттестацию, непонятно, кто эти люди. Но очевидно, что власть настолько оборзела, что уже издевается не только над политическими заключенными, но и над теми людьми, кто их защищает. Лукашенко однозначно решил зачистить поле. Не оставить камня на камне. Именно поэтому сейчас по Минску ходят тихари с камерами и наушниками. Вызывают людей в МВД на собеседование во время Дня Воли. В школах, садах, университетах и ЖКХ собирают собрания во время проведения Дня Воли. Лукашенко делает все, чтобы люди не смогли собраться. Лукашенко делает все, чтобы остаться у власти. 26 лет жировать, ни в чем себе не отказывать. И тут в один определенный момент он лишается всего. Обидно старому деду потерять все. В Новополоцке задерживают участников стачки Нафтана за то, что те сняли видео в поддержке платформы Голос. Но если сказать простыми словами, то людей задерживают за то, что они предложили проголосовать белорусам, независимо проголосовать белорусам и посмотреть действительно, какое количество белорусов хотят перемен в этой стране. За это их посадили. В Беларуси все чаще и чаще появляются новости, что сегодня, в День Воли, будут проводиться теракты нелегитимной властью. Они начали раздавать документы в суды, как вести себя при теракте. Они начали запугивать и вкидывать всякого рода дезинформацию. Ну, для того, чтобы белорусский народ побоялся выйти на улицу. Ну, а если вдруг выйдет, возможно, где-то что-то можно, в принципе, и подзорвать. Мы же помним Минское метро, когда Лукашенко пытался снять с себя ответственность за тот крах экономической системы, которую он построил. У Лукашенко, в общем, всегда так. Как только он накосячил, обязательно какой-либо теракт. Как только выборы, то на границу постоянно едут какие-то люди с гранатами, гранатометами, автоматами и пистолетами. Причем после самих выборов они пропадают. Во время декрета номер три ехал какой-то джип со взрывчаткой. Во время этих выборов были вагнеровцы, которые каким-то образом бесследно пропали. Вот так. Методы бандитские у бандитской власти. Чуть что не так, так теракт. Вот и показательная история Никиты Кривцова, которого повесили в лесу и заявили о том, что он совершил суицид. А вчера, чтобы вы знали, всех людей, которые были близки к Никите и были 9-го числа рядом с ним, всех посадили и предъявляют 342-ю статью. Осталась жена с ребенком и мать наблюдать за этим беспределом. Приезжал на похороны и политик Дмитриев, изговори правду, обещал помочь. Но до сегодняшнего дня ни звонка, ни письма. Семья осталась один на один со своей проблемой и издевательствами нелегитимной власти. Вы только подумайте, как себя чувствует мать, которая говорит о том, что ее сын сам повесился на дереве. Мы же все с вами прекрасно понимаем, что эти дикари его убили. Вот, смотри, какая бутылка. Видишь, какие вмятины на бутылке. Видишь, сжато. Вот, вот это вот такой этот был баннер, бампер, что это, не знаю. А вот этот мешочек. Вот написано, вот такой вот черненький. Вот они. Вот этот знак, паспорт. Смотри, какая обложка. Смотри, какой весь, как мочалка. Видишь, какой пще. Печать на таможню, где Украину мы ездили, вообще не видно ничего. Тут лица практически нет. Те, кто хочет поддержать семью Никиты, переходите в описание. Реквизиты я там оставлю. Сейчас в семье Никиты сложно. Давайте покажем нашу с вами солидарность. И поддержим семью. Родным и близким мы выражаем соболезнования. Нам очень жаль, что мы сейчас живем в такой стране, где можно просто взять убить человека и сказать о том, что он сам себя убил. За попытку дать пощечину озаренку женщине дали два года химии. Это к тому, что когда убивают белорусов, никого даже не наказывают, даже не проходят суды. А за пощечину пропагандисту два года. Господа разорунок, закон бумеранга никто не обменял. Нема чего сдеуляться. Кали вы себе дозволяете называть інших фашистами, то будьте готовы, что и вас так само назовут фашистами. Профессор Васильев высказался о новой конституции. Президенту не больше двух сроков и больше полномочию парламенту. Депутатам. То, что Лукашенко 26 лет назад уничтожил, через 26 лет они поняли, что нужно возвращать ту конституцию. Конституции Республики Беларусь в этом году исполнилось 27 лет. Она была принята в 1994 году и нынешние изменения будут уже третьими по счету. Ранее изменялась конституция в 1996 и в 2004 годах. Пока, кстати, неизвестно, будет ли новая конституция или уже конституция 1994 года с изменениями и дополнениями. Это я к тому, что успеет ли Лукашенко еще раз поиздеваться над нашей белорусской конституцией. Или все же белорусский народ возьмет все свои руки и вернет ту конституцию, которая служила народу. Сегодня из окна БГУ вывесили огромный БЧБ-флаг. У нас есть видео. по всей Беларуси, в школах, университетах, садах и любых государственных учреждений происходит рассылка вот таких подобных сообщений. Ну, возможно, где-то немного меняются формулировки, но суть остается такова. Вы понимаете, какую абсурдность они говорят? То, что у вас нет денег в кармане, вы голодаете и нет возможности заплатить за учебу и коммунальные услуги? Это все влияние интернета. А власть? Власть, она хорошая. Власть для народа. То, что Лукашенко летает на самолете за несколько миллионов долларов и ездит на Теслах и Майбахах. А вы не можете нормально добраться до работы, потому что у вас закончился проездной и нет денег на новый билет? Это влияние интернета. В Гомеле задержали сына, экс-предподавателя Белгута, который сфотографировал с БЧБ флагом. Сыну сейчас вменяют уголовную статью за угрозы, ну, этому, гомосексуалисту, фу, милиционеру. Ложи, ложу, ложу. Ложу, ложу. Суши силовку. Запротушил. Лучки опустил. Да. Теперь все запрещенные предметы, колючки, режиссы. За что задержан, знаете? Да, кстати, я 384. 364. 364. А что сделали? Оскорблял и угрожал струкнику, имеется. Относились ли к футбольным фанатам либо к каким-то другим группировкам, может быть? Да, к футболу. К футбольным фанатам. В какой ОФГ состояли названия? Гориот. Лукашенко снова белорусский народ пытается вкармливать о своем уходе. Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что же, я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду избираться, и что упаду на эти ступеньки? Приходя на предприятие, он намекает очень тонко о том, что скоро в ближайшем будущем я уйду. Ну, в общем, потерпите, не свергайте меня, не вытягивайте из кабинета вперед ногами, я скоро сам уйду. Вот потерпите еще чуть-чуть. Так 26 лет. Затяните пояса, давайте немного потерпим, вот сейчас мы заживем. Но только этого не происходит. А Лукашенко хочет укрепиться у власти и снова всех обмануть. Он даже от Путина умудряется постоянно обманывать. Взял бабло на одно, потратил на другое, должен был отдать кредит, забыл. Что говорить про собственный народ, о который он вытирает ноги? И не заговаривай нам зубы, собирай сухари, скоро они тебе понадобятся. Сегодня Лошье Петушье планирует передвигаться по белорусским городам в каретах скорой помощи. Белорусы, будьте внимательны и аккуратны. Вот сейчас так, наверное, слойки наши переезжают. Начался процесс по Пинскому делу. Обвиняемых 14 человек, а пострадавших якобы более 100. Кого они вообще набирают в свой курятник? Что там за такие недоспортсмены и недоменты работают? 14 неподготовленных ребят смогли надавать нормальной лещей более 100 мусоров. Но это же абсурд. А что не 200? Ну, сказали бы 10 тысяч. А если серьезно, ребятам грозит до 8 лет лишения свободы. Вот на что готова власть ради того, чтобы удержаться у кормушки. А люди и белорусы должны страдать. Могилевского активиста Олеся Борисова, задержанного вчера, сильно избили. Это сделали сотрудники ГУБОПИК. В данный момент он находится в больнице. Взяли здорового, адекватного человека, пока довезли до отделения, переломали, что тот оказался в больнице. И снова мы не при делах. Как с Романом Бондаренко. Взяли адекватного, трезвого, крепкого парня, пока довезли до отдела, тот умер. И тоже не при делах. Никто не виноват. Председатель президентской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц. Более гоповатого адвоката я в принципе не видел. Но то, что он сказал, это что-то за гранью абсурда. Никакой политики в деле Сергея Зекратского нет. Если ты адвокат по масти, так веди себя соответственно. Полез защищать чертей, получи по закону. Петух закукарекал за место Авроры. У нас правовое государство. То есть полез защищать чертей, ответишь по закону. Но у нас правовое государство. Что-то мне напоминает это высказывание синепалого диктатора. Иногда не до законов, надо жить по ощущениям. Ну, вы поняли. Разговаривает с людьми по фене и ведет себя, как последний подзаборный гопарь. Говорит про какой-то закон и утверждает, что защищать чертей нельзя. Так ты ж сам черт. Спецслужбы Украины задержали агента КГБ Беларуси, который должен был наладить переброску оружия через границу. Соседние государства арестовывают лукашенковских пособников и сотрудников КГБ, которые работают на Лукашенко и занимаются транспортировкой, незаконной транспортировкой оружия. Но скажите, разве это не террористическая власть? Часто пересекал государственную границу в республике Беларусь и ездил в Украину. В ходе этого познакомился с представительной спецслужбой в Беларуси. Очень часто встречались, разговаривали на границе. Вот завязались отношения. После чего он начал просить меня о выполнении каких-то поручений. То есть наладить контакт с пограничной службой, узнать о неуязвимых местах, как работают силовые структуры в Украине. Также в ходе этого он попросил наладить контакт с сотрудником пограничника в Украине. Я познакомился с сотрудником пограничного войска в Украине. В дальнейшем настаивалось на налаживание канала на поставок двойного назначения товаров. Также мы обсуждали каналы поставок стрелкового оружия как на территорию Беларуси, так и в Украину. В Гомеле арестовали семейную пару. Вместе с ними забрали в отдел РУВД и двух маленьких детей. Подозревают в пикете с БЧБ флагами, а протокол заводят вообще по непонятной статье. Ситуация выглядит так. Идет мусорила по улице и говорит ты пикетировал с БЧБ флагом на прошлой неделе. Он говорит нет. Он говорит ах значит тебе неповиновение. Ну ты же отказался и на 15 суток в ВВС. Вот как работают законы в Беларуси. Также не забывайте поддерживать политических заключенных и родных политических заключенных. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и пишите несколько комментариев для продвижения видео в топ. Вы были на канале Реальная Беларусь и это были Реальные Новости. Пока. Друзья, также не забывайте поддерживать семью Никит. Мы не должны оставить ее без внимания. С днем воли беларусы! С днем воли беларусский народ! Леони 35 300 300 300 700 400 600 700 300 200 100 500 700 300 300 800 100 Продолжение следует...